Долгожданные весенние праздники радуют теплом и свежей зеленью, а это значит, что пришло время не только отдыхать, но и помочь миру вокруг нас преобразиться в лучшую сторону, навести чистоту и порядок. Более 150 сотрудников компании «Газпром Космические системы» присоединились к традиционному субботнику, в том числе на территории школы-интерната в Алмазове. Вот уже второй год. Сотрудники компании «Газпром Космические системы» участвуют во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна» и неизменно помогают благоустроить территорию школы-интерната доверия, расположенного в Алмазово. В этот раз основные работы прошли вокруг декоративного пруда, здесь навели чистоту и помогли убрать старые деревья. Сотрудники «Газпром Космические системы» принимали участие в субботнике целыми семьями. Многие приезжали с детьми, не только наводили чистоту, но и общались с воспитанниками. Ребята, в свою очередь, с удовольствием присоединились к уборке. Для нашего детского дома, я считаю, что это очень существенная поддержка. Мы второй год уже сотрудничаем с компанией «Газпром Космические системы». Замечательно, что они собирают всех сотрудников, приезжают сюда с саженцами, с цветочной рассадой, устанавливают нам теплицы, помогают нам благоустраивать нашу огромную территорию. Это вообще здорово. Прежде всего, хотелось бы сказать спасибо всем работникам, которые решили все-таки поучаствовать, особенно, когда привозят своих детей сюда, супругов, супруг. В первую очередь, это, конечно же, помощь детям. Избавиться от повального непогоды сухостоя оказалось действительно непростой работой, так сказать, для настоящих мужчин. При помощи буквально пары подручных средств сотрудникам компании удалось достать из пруда несколько старых деревьев. Мы разделились на мужскую половинку и женскую. Мужская делает сложную физическую работу, вытаскивание деревьев из пруда, их распил и сплавирование. Я горд, что помогаю какие-то действия совершать, помогаю детям, которые нуждаются в помощи. В прошлом году, благодаря поддержке компании «Газпром» космические системы в интернате появились две теплицы и уже осенью воспитанники школы могли собрать первый урожай. В этот раз территорию интерната также украсили новые растения. В этом году президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путиным год объявлен годом волонтера-добровольца. Мы с удовольствием присоединились к этой акции. Поскольку неправительственный фонд Вернадского призвал наши предприятия, в том числе как предприятие «Пао Газпром» поучаствовать в экологической акции, мы также с большим удовольствием люди откликнулись. И вот сегодня все здесь. Во-первых, хотелось помочь детям, подарить добро, потому что всегда хочется что-то сделать, благое дело. Вот поэтому мы решили навести здесь чистоту. Мы сейчас сажаем цветы, пересаживаем, облагоустраиваем, украшаем, так скажем. Погода благоволила, и после того, как хорошо потрудились, сотрудники компании и воспитанники школы-интерната собрались на совместный пикник. Каждый понимал, этот день не прошел зря. Такие акции помогают сделать окружающий мир не просто чище, но преобразить его к лучшему в глазах подрастающего поколения, привить ценность труда, подарить тепло и заботу.